МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...чего все-таки добивается оппозиция и как отвечает ей власть, знает наш корреспондент Александр Мучкина. Этот затянувшийся почти на неделю митинг собрал людей фактически из одной деревни Барпы, Джалабадская область. Это родовое село оппозиционного депутата Ташиева. Осенью прошлого года он был осужден за попытку захвата власти во время митинга по проблемам все того же кумтора. Митингующие Барпы утверждают, вышли на улицы в знак солидарности с жителями Сыкульской области. Но здесь тема золота кумтора как-то быстро отошла на второй план. Мы хотим, чтобы выпустили депутатов арестованных. Вот тут сидят родители Камчебека Ташиева. Ради его родителей бы его выпустили. Митинговать у ворот областной администрации сторонники оппозиционной партии Атаджурд долго не стали. Решили взять здание штурмом. Без особых трудностей выгнали из личного кабинета губернатора и избрали своего собственного Медера Усенова. Медербек Усенов, житель села Тобой, Сузакского района, 1972 года рождения. Владелец ряда кафе, саун и ресторанов в Джалалабаде. Идейным вдохновителем митинга Усенов был недолго. Уже на следующий день его задержали сотрудники Государственного комитета нацбезопасности и доставили на допрос в Бишкек. Пока вопрос с народным губернатором решался в столице, его сторонники в Барпы перекрыли главную магистраль республики, требуя освобождения своего лидера. Юрта, которая когда-то служила жильем для кочевников, тут превратилась в своеобразный блокпост. По воле митингующих заблокированными оказались сотни машин и несколько тысяч человек. Трасса Бишкек-Ош – это единственная на сегодняшний день дорога, по которой можно добраться из северных регионов в южные. Люди, так сказать, исповедующие политический экстремизм, они кровопролитие организовывают для достижения своих целей, чтобы занять свои места, которые считают свою квоту в политической элите или политическом управлении страны. То, что среди перекрывших дорогу, как и при захвате зданий администрации в Джалабаде, были в основном женщины, никого не удивило. Без так называемого Абона обычно не проходит ни один митинг. В народе Абон расшифровывается как отряд баб особого назначения. Их задача – громко кричать и, пользуясь традиционной неприкосновенностью слабого пола, удерживать позиции. Бунт матерей-героинь и пожилых женщин – своеобразный таран и щит для митингующих. Мне кажется, это мое личное мнение, что оба митинга были проплачены. Потому что варилось в котлах мясо, ставились юрты. В юртах. Кто поставит юрту? Понимаете? Это нужны какие-то материальные затраты, погрузить их в машину, отвезти, поставить, так далее, так далее. По словам политолога Токтагула Кокчихеева, очевидно, организаторы митингов Джалабадской области рассчитывали, что к мятежному селу Барпы присоединятся и соседи. Но этого не случилось. Народ уже очень инетно относится к воззваниям всякого рода политических экстремистов, спасателей Родины, истинных патриотов и так далее. Потому что до того эти люди за 21 год приелись народу, и они хотят чистого, свежего, гладкого воздуха. Свежего воздуха об открытом поле, рассказывает Бибюсарайджи, хоть убавляй. Не меньше тут сейчас и работы. Собранный урожай – свежие огурцы. Женщина продает прямо возле трассы. О митингах в соседнем селе говорит неохотно. Нам бы сейчас урожай собрать. Какие митинги? Работать на поле надо лучше. Многие фермеры обычно торговли возле дороги не ограничиваются. Свой урожай везут в столицу. Часто это простые крестьяне, которые месяцами пропалывали грядки, чтобы заработать. На этой неделе отправить абрикосы, вишню, клубнику на базары Бишкека у них не получилось. Товар превратился в прокисший компот. У меня в машине черешня. Я за килограмм заплатила 120 сомов. Что я теперь привезу в Бишкек? Как это все продам? Мы этим живем, что возим фрукты летом в Бишкек. Проезжаем почти тысячу километров. Нам тоже надо работать на полях на наших. Но мы все бросили и пришли сюда. Нас власть заставила это сделать. Вот с нее и спрашивайте. Как сообщали очевидцы, митингующие не пропускали даже машины с больными людьми и детьми. На перекрытом участке дороги дежурила карета скорой помощи. К медикам с жалобами на головную боль и давление обратилось около 60 человек. В Бишкеке тем временем все ждали конкретных действий от власти. Решения президента, действий правительства и ответственности парламента. Экстренные совещания, дискуссии, кто должен ехать на переговоры с мятежниками в Барпы. И взаимные упреки. Правительство должно ответственность взять себе. Правительство. А мы здесь контролирующие органы, то есть депутаты. А должны решать этот вопрос правительства. У нас такой обязанности нету пойти там решать этот вопрос. А закону сюда не позволяет. Координировали все действия по перекрытии дорог, по другим всем нарушениям закона, как раз являлись координаторы партии от ажур. Поэтому невольно создается впечатление, что они все-таки отсюда руководили, а там их рядовые члены занимались. Перекрытая дорога стала горячей темой для обсуждений и в интернете. В соцсетях даже провели опрос, кто за какой метод выхода из ситуации проголосует. 77% опрошенных выбрали жесткое подавление мятежа. Хотя бы человек 10 пусть посадят с конфискацией имущества, чтобы другим не повадно было. Знать судьба такая. Показать народу, что третьей революции не будет и такой финт не пройдет. Светошумовые гранаты и водометы были бы идеальным решением. Но на совещании руководителей силовых структур президент поставил перед силовиками совсем другую задачу. Решить конфликт мирным путем. 5 мая из ГКНБ отпустили Медера Усенова под личное поручительство жителей Джалабада и депутатов от ажурта. Митингующие вскоре открыли дорогу. Водители отправились в путь, а некоторые аналитики заговорили о том, что власти проявили слабину. Другие увидели в этом адекватность власти. На переговоры с оппозицией в итоге поехал премьер Сатабалдиев. Люди обратились к главе кабинета министров с единственным требованием. Выпустить депутатов парламента, арестованных в прошлом году за попытку захвата власти. Принимать решение об освобождении арестованных в октябре депутатов парламента за попытку захвата власти может только суд. Я призываю всех соблюдать законность и порядок. Закон един для всех, в том числе и для меня. К делу бывших депутатов в Бишкеке вернулись в пятницу. Адвокаты добиваются изменения меры пресечения на домашний арест. Но городской суд оставил лидера фото-журта под стражей. Меру пресечения подсудимым Ташиеву, Жапарову и Мамытову оставить прежней. В Барпы снова грозились перекрыть трассу. Сторонники подсудимых депутатов пытались было возмущаться прямо в зале суда. Но опальный депутат Ташиев лично призвал людей не захватывать зданий и не перекрывать дорог, назвав эти действия противоправными. Не дожидаясь новых митингов и ультиматумов, президент уже дал поручение главе транспортного ведомства ускорить процесс строительства альтернативной дороги, связывающей южные и северные регионы. Как подчеркнула Тамбаев, транспортная система впредь не должна быть парализована из-за митингов или чрезвычайных ситуаций. Александра Мучкина, Станислав Касьянов, Азат Садабаев, Зарлакраем Кулов, Муканбет Асанов. Вместе Джалабадская область, Кыргызстан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА